ребят всем привет сегодня я бы хотел поговорить о навигации многие мне задают вопросы какой у тебя планшет какая у тебя программа на планшете как ты делаешь карты сегодня я постараюсь вам ответить на все эти вопросы начнем с планшета это samsung tab актив 8 в защищенном чехле прорезином он идет комплекте спецификацию вы можете посмотреть в интернете единственное что я бы хотел сказать сейчас бы я бы уже наверно купил samsung z3 mini почему по одной простой причине у этого планшета нет магнитного датчика магнитного компаса то есть он при медленных скоростях допустим на воде при скорости 2 км в час он не понимает в какую сторону мы плывем потому что gps ему не успевает давать это направление и он начинает крутиться вертеться и путаться ну это такая вот мелочь но как бы которую хотелось бы исправить вот а так он тянет все функции которые есть в программе программа у нас локус map вот она установлена планшет достаточно недорогой не не знаю производит сейчас его не производят но как бы свои деньги он очень хорошо отрабатывает раньше стоил тысяч 15 16 что ли может того меньше не помню таким таким железом я пользуюсь под него есть рамовское крепление фирменное покупала в штатах заказывал и установил его вездеход принципе все что можно сказать об этой железяки далее мы пойдем по программам я использую программу локус про данная программа очень гибко в настройках очень много инструментов для работы с ней очень много инструментов для работы с различными картами ну что ж давайте представим как будто бы мы ее уже скачали да хочу добавить она платная есть бесплатная версия там какие-то ограничения есть я уже не помню ребят года три назад я поставил себе платную версию и забыл вот и она так со мной с планшета на планшет на все телефоны мои в общем на все мои устройства она устанавливается и работает давайте представим как будто бы мы ее уже купили скачали и установили ну что ж ребят вот у нас сама программа давайте мы на секунду выключим спидометр значит немножечко расскажу о функционале программы сейчас у нас загружена карта генштаба в масштабе 250 метров вот карта в таком получается качестве это тверская область повторюсь программы мы не скачиваем но не берем из интернета заливаем сюда готовые и эти программы уже потом смотрим то есть перед выездом в какой-то новый район я всегда обязательно подготавливаю карты беру там кусок там скажем 100 на 100 километров и его вырезаю и делаю несколько карт которые мне нужны это яндекс карты google в общем те карты которые есть в хорошем разрешении информативные то есть это генштаб google какие-то тупо карты еще дополнительно которые могут мне понадобиться для того или иного случая вот в данный момент это у нас генштаб то есть можно управлять масштабом также как обычно пальцами сдвигать раздвигать их либо вот этими кнопками давайте посмотрим двойное нажатие посмотрим на какие-то еще карты что у меня есть за карты этого района вот миндэ допустим карта чуть-чуть она у меня криво здесь залита ну вот она вот допустим карта миндэ если установить кнопки быстрого выбора карт то можно будет легко смотреть где были какие границы какие дороги проходили прочее это удобно при копе что же касается у нас навигации то вот еще что мне удобно у меня нет спидометра вездеходе я нажимаю вот эту кнопку у меня получаю появляются километры в час и одометр то есть моя скорость километров в час и одометр программа очень удобно очень много различных возможностей у нее для этого об этой программе не рассказать в одном выпуске ее надо будет пробовать самому и самому учиться я достаточно длительное время доходил вот но вы всегда можете мне написать что-то спросить в комментариях а вот значит тут выбор у нас треков есть выбор точек есть у меня тут различные точки под каждый поход я делаю свою папку там поход вепсы вот видно рыбинка там рыболов рыбные точки какие-то у меня жерлицы где мы ставили там границы заповедника где клюква есть мишка база налим бирж где вы брали налима где нам показывали точку где можно попробовать допустим еще что то то есть вот такие вот вещи интересные карты вы можете загрузить любые хоть не знаю с листочка там сделать их их можно загрузить как делать карты готовить карты для этой программы я вам тоже объясню это очень все просто что тут еще интересного что же у нас еще интересного тут слои карты можно делать вот быстрое переключение кстати карт вот она на генштаб обратно ушли вот надо единственно если ребят я не помню как настроен настраиваться вот это быстрое переключение карт то есть можно вот здесь вот сверху вот в этих местах выставить себе карты которыми вы будете часто пользоваться и этими картами быстро переключаться для того чтобы можно было искать какие-то места это что касаемо копа либо там переключаться между спутником вот как здесь посмотрите я не знаю мне здесь спутник нет этих мест потому что мы сюда мало ездили нет сожалению у меня этих мест спутника нету менде полный сборник 7 верстка 7 километров вот она так и начинается вот она так и начинается у нас в общем ребят вот такая вот программа я ее один раз поставил и не пожалел разобрался с ней только радуюсь гармин и прочее 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 все детский лепит по сравнению с этой программы жалко что ее нету для айфона то что делается для айфона пока тоже оставляют желать лучшего то есть кто ее освоит тут будет очень хорошо пользоваться картографии программа очень удобная можем крутить так 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 карту как хотим уменьшать увеличивать достаточно хорошо работает программка в общем не нравится я никому не навязываю ничего многие спрашивают так чем пользуюсь какой программы что что за программа вот такая вот программа давайте перейдем наверно к тому как делать карты для этой программы ну что ж ребят давайте представим что мы скачали программу сос планет установили и запустили и вот она перед нами значит что нам нужно нам надо выбрать место вот здесь вот выбираются карты которые будут отображаться давайте выберем спутник яндекс карты и выберем какой-то любой район допустим мы будем ездить на болоте железинская давайте посмотрим какое разрешение есть у этой карты хорошие достаточно разрешение давайте возьмем район вот этого болота свой озеро железинская кстати вот интересно интересно железинская надо посмотреть у этого значит что нам нужно мы выбираем операция нажимаем операции с выделенной областью тут можно выбрать прямоугольную область полигональная область выделение по пути по координатам по размеру экрана я выберу сейчас полигональную область потому что ну либо давайте мы выберем прямоугольную область берем точку отсюда отсюда и выбираем вот так, вот так, вот так, растягиваем точку до суда. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы мы вот этот участок прогрузили в кэш. Вот нам видно сейчас, что это вот здесь, вот видите, 14-й масштаб это. Есть также 15-й масштаб, 16-й, 17-й есть, ну 18-й он уже не информативный. То есть нам нужен 17-й, 16-й, 15-й, 14-й, ну и обзорный, скажем там, 13-й, чтобы вот такой вот был, да? Значит мы здесь отмечаем 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й. Вот, и нажимаем начать скачивать. Нажимаем начать просто. Вот у нас пошла загрузка вот этой карты из интернета всех этих масштабов, чтобы мы не бегали, не увеличивали там, не вручную, не сохраняли его. Вот он у нас сохраняется, здесь пишется, сколько осталось времени, 28 секунд, сколько надо еще загрузить, 9 мегабайт, сколько обработано файлов и сколько надо обработать еще. Сейчас он у нас догрузит его. Пока он загружает, давайте я вам расскажу что-нибудь еще. Значит, что у нас тут есть еще? Источники мы можем выбрать загрузку из кэша, из интернета, интернет и кэш. У меня стоит интернет и кэш. Карты у меня здесь различные, добавленные, исторические есть. Есть карты, которые я сам сюда добавляю. Вот Десятеверстка Стрельбицкого. Есть также, допустим, Хоп, Железинская. Вот Десятеверстка Стрельбицкого. Очень удобно на клавишах клавиатуры выбирать различные. Вот это спутник Google. Вот это Генштаб. Это у нас Минде. Видите, то есть сразу же можно быстро просмотреть, как вообще Bing, Яндекс, как вообще изменялось. Так, ребят, ну все, у нас скачивание закончилось. Выходим. Вот этот выделенный квадрат у нас так здесь и остался. Заходим опять в операции с выделенной областью. И нажимаем предыдущее выделение. Нажали. Это у нас выделилась та же область, что и была в прошлый раз. Если кому-то нужна будет вот эта вот область, то заходим в... В общем, когда выделили вы все, можете нажать вот сюда вот сохранить. И у вас эта выделенная область сохранится. Допустим, сохраняете ее, называете Железинская. И у вас сохранится вот этот контур, чтобы каждый раз его не обводили, потому что полиагонально может быть очень большую карту, когда обводишь, чтобы лишнего не захватывать. Ее можно вот так вырезать, так по-всякому. И чтобы десять раз ее потом под новую карту не обводить, вы ее сохраняете, потом просто загружаете, и все. У вас загружены карты. Так, ну что ж, пошли. Мы делаем карту для Locus Map. И для этого нам надо теперь пойти в экспорт. Здесь идем в экспорте AirMaps Skewleet. Выбираем. AirMaps Skewleet. Вот этот вот пункт. Выбрали. Значит, здесь у нас уже выбраны спутник Яндекс.Карты. Ну, то есть, та же карта, которая у нас была открыта на экране. Как вы помните, мы загружали 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й масштабы. Наложить можно слой, наложить там гибрид космоснимков, или гибрид, кому нравится, там, Гугла можно положить сюда. Но я также оставляю гибрид Яндекс.Карт. Можно вообще без него, то есть, без гибрида. Просто вообще убрать, просто будет только спутник, без названий, без указаний, там, населенных пунктов, прочее. Но это не так хорошо. Вот. Просто оставляем. Здесь можно формат автоматически оставить. Он выберет JPEG. Качество можно, ну, можно 75 оставить. Я лично ставлю 85, как-то поприятнее глазу получается. Так, теперь здесь пишем, куда сохранять. Вот, у меня есть специальная папка, карты. Давайте ее назовем, папку, тест. Тест. О, блин, уже есть такая папка. Так. И карту Железяка назовем. Вот так вот. Так, теперь у нас есть, куда сохранять. Да, карты Тест Железяка с QLEDDB будет называться этот файл. Начинаем его производить. Производит она достаточно быстро, но, опять же, зависит от компьютера. Все, ребятки. Да, все. Уже произвелось. То есть, если нам надо эту же карту, вот этот же участок, идем опять, допустим, в Генштабе или в Бинге. Идем в предыдущее выделение. Сначала загружаем этот участок, выбираем, какую нам карту нужно. А, можете даже не так сделать, ребят. Можете не так сделать, можете, допустим, перейти вот на Миндэ, допустим, вот я перешел, да? Миндэ, Тверская область. И эту же область я загружаю вот так вот. Предыдущее выделение. Выбираю масштабы, которые мне нужны. Выбираю масштабы. Вот. И опять начинаю скачиваю и потом превращаю их в карту. Вот с указанием места, куда ее сохранить. Но это все то же самое повторяется. То есть, с этим куском вы можете подготовить любого района, сколько угодно вам карт. Далее нам остается только переписать нашу карту на планшет и запустить ее в локусе. Сейчас я вам это все и покажу. Ну что ж, ребят. Я уже переписал файл к себе в планшет. Так, он у нас находится вот здесь, в картах. Для того, чтобы мне его увидеть, мне надо обновить список. Сейчас произойдет обновление списка, и мы сможем увидеть нашу карту. Она у нас назвала Железяка. Вот она, вы видите, Железяку. Нажимаем на нее. Выбранная карта находится вне текущего поля видимости. Центрировать? Ну да, конечно. Потому что мы не находимся в этой карте сейчас. Да, выбираем Центрировать. Вот она, наша Железяка. Вот наша карта, которую мы скачали. То есть, любую карту вы можете таким образом сюда загрузить, которая есть в Сесс-Планет. В Сесс-Планет можно очень легко загрузить. Огромное количество карт существует для него. То есть, это дополнения различные. В общем, любому, в принципе, кто хочет нормально пользоваться навигацией, надо чуть-чуть ее будет поизучать. Также вы можете, конечно, написать свои вопросы в комментариях. Я по мере возможности буду стараться отвечать на них. Ребята, только давайте договоримся. Так, не надо делать из меня вики-мапию. Если вы действительно попытались поискать, посмотрели и не смогли решить свой вопрос, то пишите тогда, я обязательно буду стараться вам помочь. Но не так, чтобы я за вас искал информацию и ответы. В первую очередь, это нужно вам. Я уже все в этом знаю. В общем, для того, чтобы сделать карту, нам нужна сама программа Locus Map. Далее нам нужно, чтобы у нас стояла программа SES Planet на компьютере. Выбираем карту, участок карты на SES Planet. Выбираем масштабы. Скачиваем ее. Далее компилируем в тот формат, который вам нужен. В нашем случае это SQLITDB. И переписываем в планшет. В планшете в Locus это обычно папка Maps. Также в настройках, вот сейчас давайте я попробую вам показать, добавить. Мы можем, допустим, на флешке создать карту Maps. И потом, нажав вот сюда добавить, загрузку сторонней карты. Можем добавить папку. Вот здесь, допустим, по папкам. Нажимаем добавить. И выбираем здесь какую-то папку, вот на нашей флешке, папку Maps, куда мы будем все карты складывать. Потому что карты занимают в среднем 2-3 гига. То есть, ну, большие карты, большие объемы, которые нам могут понадобиться. И сюда мы их загружаем, в папку Maps. Потом, когда вы загрузили, либо перезапускаете программу, либо выбираете просто обновить список. Вот этот пункт. Список обновляется, и вашу карту здесь видно. Вот она, наша железяка модная, которая мы скачали, которую карту. Вот, как бы, можем ей уже пользоваться на планшете. Ездить, писать треки. Все очень удобно. Здесь же скорость, видим здесь пробег. Здесь много, куча информации можно вывести, как на экран, так и вообще узнать о своем маршруте. Ребят, надеюсь, вам информация эта была полезна. Будут вопросы, пишите. Обязательно ставьте лайк. Ну и, конечно же, кто не подписан, подписывайтесь. У нас еще будет много интересного впереди. Пока. Стоп, стоп, стоп. Подожди, не отключай. Если тебе нравится наш канал, нравится наше видео, то тебе понравится наша группа ВКонтакте. Герасим Шерп. Обязательно подписывайся. У нас уже достаточно большое сообщество собирается. Здесь мы размещаем какие-то видеоприколы. Какие-то материалы из личных архивов. Какие-то эксклюзивные фото. Также ты можешь разместить свое видео с рыбалки, с охоты. Вот такую даже кракозябру можешь прислать. Всегда можно предложить свое видео вот здесь. Написать, грамотно оформить, красиво. И его разместить в группе. Делай группу вместе с нами. Создавай новости сам. Спасибо. Ссылка на группу под роликом. Ссылка на группу под роликом.